привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала что беда не приходит одна все-таки мой вот этот вот красивый пилорик большой крупный который я словила в магазине пришлось мне его доставать срочно экстренно почему потому что у него пожелтел и намок нижний лист намок повторюсь обычно я сразу удаляю растения с горшка чищу им корневую наращиваю корневую но поскольку у меня здесь нет препаратов я понадеялась на то что возможно может быть девчонки же как-то оставляли раньше в горшках как-то потихоньку постепенно наращивали им корневую может быть все обойдется и мой пилорик тоже даст некоторые корешки новенькие можно будет его потихонечку потихонечку пересаживать так вот он мой красавец очень его конечно жалко но придется его чистить реанимировать и очень очень срочно искать какие-нибудь препараты для него потому что состояние у него плачевное тем более если уже отмокают нижние листья то это уже сто процентов сто процентов проблемы капитальные проблемы с шеей с корнями растения видите вот такой вот корень у него торчит была надежда конечно но все равно с этой стороны ствола вот он погибает помимо всего вот такой вот у него отвратительный субстрат да очень очень сильно влагоемкий лист начал у него отмирать только после того как я слегка полила вот этот влагоемкий субстрат он моментально намок и в этом субстрате бегали трипсы естественно трипсы потому что субстрат очень сильно влагоемкий где-то там может быть вы увидите не знаю на камеру покажет не покажет какие блестящие побежали побежали вот в основном они очень сильно любят такие субстраты где есть чем питаться где что-то портится вот они там тут как тот так что будем еще травить трипсов вела мену орхидеи естественно весь гнилой он легко легко слазит видно на вот моментально хороший крепкий корень она и видно что крепкий корень на беломен не слазит нигде не мокрая ничего а вот это все это все абсолютно не нужно то все придется сейчас зачистить удалить и посмотреть что там с шеей уже не вижу смысла чтобы что-то оставлять иногда можно оставить вот эти корешки чтобы они когда вообще нету корневой системы чтобы они давали немножечко питания растению водичку можно ставить этими ниточками в водичку если совсем корня не остается чтобы хоть как-то орхидея питала влагу если вы не хотите ставить листьями воду допустим на вот ну когда есть еще хотя бы пару корешков то нежелательно оставлять вот эти тяжи них тогда смысла нет сейчас это все быстренько быстренько обстригу зачищу посмотрим что останется вот смотрите что у меня осталось три корня и все прикольно здесь всегда обращайте внимание на вот такие вот корешки которые от ствола идут черные черные серые сухие подсушенные он такой вот торчал я обычно раньше всегда обращала внимание это мне давало сигнал на то что там проблема внутри я всегда их вскрывала дальше здесь вот лист видим да я срезала корень виламент черный серый и внутри и здесь под листом тоже вот как будто бы либо молодой корешок идет но уже серый черный либо что-то такое хотя с этой стороны у нас под цветоносом была попытка возможно дать какую-либо детку или что-то такое зародить здесь вот внизу плохо видно если получится удастся зачистить эту часть возможно может быть будет детка и может быть даст корневую сейчас еще здесь почищу посмотрим что останется видите ли из желте это вот он желтеет то ли он отмирает сам то ли из-за того что он слабый друзья сняла я тут лист зачистила здесь видим идет молодой корень но он серый и и здесь под листом тоже попытка как будто ли цветонос дает столь и то ли корешок здесь вот сто процентов корешок попал попытался выбраться здесь старый корешок с этой стороны попытка корешком появится видите на корешки таких вот всех расцветок то ли от пигментации фаленопсиса потому что она белая с пятнышками до фиолетовыми пилорик то ли это все-таки какой-то небольшой не и как-то зараза вирус сидел там стволе посмотрим посмотрим листочки уже не надо его сниму самое плохое это то что еще препаратов у меня таких нету четких конкретных придется завтра самого утра по срочному бежать магазин искать препараты вот грунт естественно этот весь на смете на мусор здесь ничего хорошего нет вообще так что буду заниматься реанимировать должен заниматься любимым делом вот все что пока что с ним остается с этой орхидеи 3 листочка и три корня но ствол я обычно люблю конкретно зачищать до живой ткани обрабатывать максимум или другими препаратами посмотрим цвета нас пока срезать не буду все завтра все завтра на сегодня я ее просто подсушу до утра и посмотрим как скоро я найду хорошие препараты чтобы ее обработать вот такие дела кому интересно смотрите продолжение всем хорошего настроения готовьтесь к праздникам берегите себя пока пока